МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». И сегодня разговор в нашей студии пойдет о развитии Новобелецкого района города Гомеля. Присоединяйтесь! Сергей Адамович Казачук, глава администрации Новобелецкого района Гомеля, родился в 1973 году в Ельском районе. В 1995 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности экономика и социология труда. В 2014 году Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1995 году в Луевском филиале «Беларусьбанка». Работал начальником операционного отдела, главным инспектором группы анализа и контроля и заместителем директора филиала. В 2001 году Сергей Казачук возглавил филиал «Беларусьбанка» в Новобелецком районе Гомеля. В 2005 году занял должность заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Гомель-Древ». В 2007 году возглавил представительство в Гомеле «Зао-холдинговая компания «Пинск-Древ». С 2011 по 2017 год работал в Гомельском областном исполнительном комитете в должности заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства на нынешней должности с января 2017 года. На вопросы, которые касаются перспектив развития Новобелецкого района, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Сергей Адамович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У Новобелецкого района история особенная. Если другие только отметили 75-летие, то Новобелец в этом году стукнет 240. Планируете ли отмечать эту дату? Ну, 240 лет для Новобелецкого района – это действительно значимая дата. Но вместе с тем она не является юбилейной. Поэтому празднование Дня Новобелеца мы будем проводить в рамках празднования 875-летия Дня города. который будет проходить в сентябре. Но вместе с тем концепция праздника, она готовится. Мы готовим торжественные мероприятия, готовим праздничные мероприятия. Поэтому Новобелецкий район, конечно, в любом случае праздник отметит. И я думаю, что жители Новобелецкого района праздник им тоже понравится. Ну что ж, будем ждать еще 10 лет, да? Когда придет пора отмечать юбилей Новобелецы. Тогда будем встречать его с размахом. В 19 веке Новобелец была отдельным городом в Могилевской губернии. И так до сих пор кажется, что вот этот район, он живет какой-то своей такой обособленной жизнью. Сергей Дамович, вы на улицах района часто бываете? Какие у вас впечатления? Знаете, Ольга, учитывая то, что проводим большую часть времени мы на работе, а работа находится в Новобелецком районе, то, конечно же, на улицах Новобелецкого района я бываю постоянно в течение всего дня. Поэтому Новобелецкий район действительно, как вы сказали, особенный район. Но здесь накладывает свой отпечаток. Во-первых, то, что мы говорили, 240 лет Новобелецкому району. У него большая история, замечательная история. При этом у него есть своя особенность, то, что Новобелецкий район, все-таки это был всегда малоэтажный застройки район, где было очень много частных домов. И, в общем, в этих домах, как на улице люди друг друга всегда знают, а в многоквартирных домах, как мы знаем, что бывает и на лестничной клетке, площадке никто не знает друг друга. А в Новобелецком районе все люди друг друга знают. Поэтому это такая маленькая или большая семья, в которой у людей есть свои вопросы, свои проблемы, которые они по-особому их решают. И поэтому в этом есть определенная особенность Новобелецкого района. Как город в городе? Ну, вы знаете, город все-таки у нас на сегодняшний день он один. И, начиная с времен Паскевича, все-таки Новобелец является пригородом города Гомеля. Но вместе с тем, конечно же, еще и накладывают отпечаток и производство, которые были на Новобелецке все-таки в начале прошлого века. Можно было сказать, что это был центр промышленный у города Гомеля. Здесь находились крупные предприятия. И, конечно же, жители Новобелецкого района работали на этих предприятиях. Поэтому здесь есть свои традиции, здесь есть своя преемственность. Здесь целые династии работали на предприятиях. И поэтому все, опять-таки, сплоченно живут, знают. И поэтому в этом, вот именно в людях, есть особенность района. И, конечно же, были и тяжелые времена в Новобелецком районе. И во время Великой Отечественной войны есть много ветеранов в районе. Те, которые отстаивали свободу, независимость нашей республики в те тяжелые годы. И, в общем-то, эти люди, мы их помним. Именами этих людей вековечены улицы. Мы помним на сегодняшний день это и Ивана Калинникова, Юрия Шандалова, Григория Склизнева, Павла Головачева, дважды Героя Советского Союза, именами которых названы улицы. И, конечно же, те традиции, которые есть в Новобелецком районе, на их базе, на их основе, в общем-то, район развивается, живет. И, я думаю, что все еще лучшие годы у него впереди. Нет неважных вопросов, да, важно все. Сергей Адамович, еще не прошло полгода, как Вы возглавляете администрацию Новобелецкого района. Как Вы думаете, достаточно ли этого срока, чтобы успеть во все вникнуть? Ну, наверное, во все вникнуть, возможно, за полгода и сложно. И если сказать, что вник во все вопросы, то, наверное, где-то это будет определенное лукавство, потому что вопросов достаточно много. И, в общем-то, вопросы возникают постепенно. Постепенно, когда вникаешь и глубже стараешься вникнуть, то, в общем-то, проблемы появляются. Ты видишь пути их решения. И, соответственно, конечно, стараешься их решить. Поэтому все вопросы, наверное, сразу так изучить нельзя. Зато сейчас мы можем узнать, какой вопрос беспокоит нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем Вас. Алло, говорите, пожалуйста, Вы уже в эфире. Здравствуйте. Алло. К сожалению, пока не знаю, или нас не слышат, или какие-то проблемы со связью. Алло, здравствуйте. Я житель Новобелевского района, Сергей Николаевич. Такой вопрос. Очень нравится мне 104-й микрорайон, новый микрорайон. Подскажите, будет ли там продолжаться дальше строительство? Ну и, например, арендное будет ли строиться в дальнейшем? Спасибо, Сергей Николаевич. Сергей Домович, пожалуйста, прокомментируйте 104-й микрорайон. Будет ли еще застройка, или можно ли там сейчас снять арендное жилье? Спасибо за вопрос. Что касается строительства, то в 104-м микрорайоне планируется еще строительство 4-х квартирных жилых домов. Что касается арендного жилья, на сегодняшний день в этом районе, в 104-м районе, есть один арендный дом, порядка 220 квартир. Новых арендных домов пока строительство не планируется. И поэтому для того, чтобы получить квартиру в этом арендном доме, это возможно будет только в том случае, если кто-то, скажем так, откажется от той арендной квартиры, в которой сейчас проживает. Соответственно, она будет выставлена через интернет, и можно будет подать заявление. Ну и уже в результате того очереди постановки на учет нуждающихся будет определено, возможно ли получить данную квартиру. Спасибо, Сергей Адамович. Давайте продолжим наш экскурс в историю Новобелевского района. В 20-м веке он становится промышленной окраиной города Гомеля. И сегодня здесь достаточно много крупных предприятий. Скажите, пожалуйста, как промышленный сектор сработал в этом году? Ну, как мы с вами говорили, что промышленная окраина, видите, все изменчиво и переменчиво. То есть, 100 лет назад, в общем-то, Новобелевский район и промышленность Новобелевского района, это было не окраина, это был, можно сказать, центр. Потому что в Новобелевском районе были крупные предприятия, они и сегодня остаются крупными предприятиями. Это предприятие уже с вековой истории. То есть, если взять Гомельдреф и ввести отчет от момента образования спичечной фабрики Везуви, то уже прошло в этом году 138 лет. Если брать ликероводочный завод, то ликероводочный завод только производством продукции своей занимается 100 лет. А с момента того, как там было поставлено предприятие, тогда это еще склады были, прошло 120 лет. Мясокомбинат, 94 года, жирокомбинат, 85 лет, вот сейчас отметил, буквально недавно. Поэтому Новобелевский район имеет большие традиции именно в промышленном секторе. Именно вот эти крупные предприятия, которые у нас есть, флагманы в Новобелевском районе. И хочу сказать, что промышленный сектор на сегодняшний день в Новобелевском районе работает нормально. Показатели, которые доведены, показатели социально-экономического развития, практически все выполняются в районе. Что касается вообще работы промышленного сектора, то и увеличиваются объемы производства. Идет снижение запасов готовой продукции, что немаловажно на сегодняшний день. И, в общем-то, снижение идет как по уровню к началу года. Произошло снижение где-то на 15% запасов. А если брать к аналогичному периоду прошлого года, то где-то на 26% произошло снижение. Увеличивается рентабельность реализованной продукции. Поэтому промышленность работает. И я думаю, что те показатели, которые еще не достигнуты, предприятия наши, они достигнуты. К этой теме еще вернемся, Сергей Адамович. У нас есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я проживаю в Новобелевском районе. И мне бы хотелось задать такой вопрос. Где же можно узнать информацию об участках, которые выставлены на продажу? Есть ли такая информация и где ее можно узнать? Спасибо, Елена. Сергей Адамович. Спасибо за вопрос. Что касается информации по участкам, которые есть на сегодняшний день, хочу сказать сразу, что, что касается земельных участков, на сегодняшний день сформировано порядка 30 земельных участков, которые выставляются на аукцион для реализации. Всю эту информацию можно получить на сайте горосполкома землеустроительной службы, которые занимаются как раз-таки подготовкой аукционов, подготовкой участков и занимаются непосредственно реализацией. Поэтому на сайте Гомельского горосполкома можно подробную информацию получить и по имеющимся участкам на сегодняшний день, ну и, соответственно, по правилам аукциона и по аукционам. Ну, обо всех жилищных вопросах. Я думаю, что мы подробно еще с вами далее поговорим. Я бы хотела вернуться к работе реального сектора экономики. Один из важнейших показателей сегодня – это реализация продукции, в том числе на экспорт. Как обстоят дела? Что касается экспорта, то предприятие Новобелецкого района, вообще промышленный сектор Новобелецкого района, его можно назвать, наверное, даже экспортоориентированным, учитывая то, что в Новобелеце формируется положительное сальдо от экспорта и импортных операций. И, в общем-то, на сегодняшний день за полугодие такое сальдо составляет порядка 8 миллионов долларов, что касается товаров, экспорта товаров именно. И основными экспортерами, которые и создают это сальдо, это является Гомельдрев, это Гомельобой, которые, в принципе, порядка 80% направляют всей своей продукции, направляют на экспорт. Также это завод Ювелирный Кристалл. Что же касается услуг, то услуги также у нас имеется положительное сальдо в данном вопросе, порядка 2 миллионов долларов на сегодняшний день за первое полугодие. Здесь, конечно, больше уже именно коммерческие структуры, коммерческие предприятия его создают. В основном это касается транспорта, логистики. Есть у нас такие предприятия, как Айст-экспедиция, Бумпром, Лагитера, которые формируют вот именно это положительное сальдо, этот экспорт. Поэтому предприятия наши работают в данном направлении. Сколько новых торговых партнеров появилось у вас? Есть страны, которые впервые вышли на наш рынок? Если брать страны, конечно, торговые партнеры у каждого предприятия практически, они свои торговые партнеры. Если взять новые страны, которые появились, то, например, завод Кристалл, он начал реализовать продукцию в Шотландию, в Люксембург. Это показатель качества. Да, в Иран. Что касается Гомеля-Боев, они поставляют также и в Таджикистан. То, что они поставляют на Украину, на все постсоветское пространство, это однозначно. Поставляли, даже были поставки в Бразилию. Поэтому появляются новые партнеры. Мясокомбинат, он на сегодняшний день готовится к выходу, готовит документацию и так далее, прорабатывает для выхода на рынок Китая. То есть все предприятия стараются развиваться именно в этом этаже. Спасибо. Сергей Адамович, у нас дожидается возможности задать вопрос наш телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире. Мне бы хотелось высказать слова благодарности в адрес организаторов праздников традиционных для новобелец. Это прежде всего отдел образования, который возглавляет КП Елена Николаевна. Николаевна, спасибо. Там проводятся праздники шествия Дедов Морозов и прекрасные выпускные вечера. Но, к сожалению, население мало об этом информировано. И люди узнают, ну, путем телефонного радио буквально. От соседей приходят и уже поздно. Нельзя ли как-то вот это более масштабно информацию давать такую, чтобы люди узнавали и в свое время приходили? Спасибо большое. Ну, наверное, телевидение региональное вы не смотрите. Спасибо за звонок. Сергей Адамович, что думаете? Ну, я думаю, что мы будем активнее в таком случае и, наверное, заранее. То есть, уделять этому вопросу внимание для того, чтобы все-таки больше проинформировать наших жителей о предстоящих праздниках, предстоящих мероприятиях. Поэтому обязательно учтем. Да. Расскажите, пожалуйста, в области модернизации на промышленном комплексе Нобелевского района что сейчас происходит? Ну, что касается модернизации, конечно же, предприятия, особенно промышленного комплекса, они не могут развиваться и не идти в ногу со временем, если не будут заниматься модернизацией, обновлением своих производств, какими-то инвестиционными проектами. Поэтому, конечно же, этому вопросу уделяется внимание на предприятиях. Можно отметить, что крупный проект на Гомельдреве, который был реализован, это в Речице, создание производства по производству МДФ, ХДФ, плитной продукции. На сегодняшний день проинвестировано и освоено порядка 200 миллионов евро в данном проекте. Также модернизация проводилась, устанавливались линии глубокой печати на Гомель-обоях, две линии были установлены, которых нет аналогов у нас в Республике, для производства виниловых обоев, что, в общем-то, позволило увеличить объемы производства. Что касается интересных проектов частных предприятий, то на сегодняшний день реализуется проект «Общество с ограниченной ответственностью» Билань+. Они планируют производить декоративную утеплительную плитку. Что примечательно, они это будут делать на площадях, которые... Вот было предприятие у нас Химмел, в определенное время предприятия этого не стало. Но площади там остались. И вот эти площади, достаточно большие, крупные площади, они задействованы, вовлечены сейчас в оборот, полностью обновлены. Там уже подготовлены площади для завоза оборудования. В ближайшее время, я думаю, что оборудование будет сюда поставлено. До конца года планируется провести пусконаладочные работы. И, в общем-то, в следующем году планируется уже выходить на производственные мощности. Что же касается еще таких проектов, то был реализован проект «Общество с ограниченной ответственностью» Таллинграс. Не так давно был и сюжет у нас по телевидению. Мы показывали, что это единственное в республике предприятие, которое специализируется на производстве искусственных покрытий для стадионов, спортивных площадок. То есть, вот это новое предприятие, новые материалы. Ну, в общем-то, мы их использовали в Новобелецком районе, попробовали использовать не только для площадок. И так вот, если на въезде в Новобелецк, надпись «Новобелецкий район», а также «Я люблю Гомель», мы применили данные материалы для обшивки данных букв. И, в общем, хочу сказать, что вроде бы неплохо получилось. Поэтому хорошие материалы и хорошие проекты. Сергей Адамович, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, пожалуйста, говорите в эфире. Добрый вечер, Сергей Адамович. Это вас беспокоит житель Новобелецка Иван Петрович Громыка. У меня следующий вопрос. Начал строительство в Романовичах, но реально понимаю, что завершить строительство не получается. Срок строительства уже продлевал. Могу ли я продать участок? И подскажите, пожалуйста, что делать и куда обратиться? Спасибо. Спасибо большое за звонок. Спасибо за вопрос. Ну да, ситуация... Вопрос такой... Острый. Да, острый на сегодняшний день. Но хотелось бы сказать, во-первых, мы не услышали, что это за участок. То есть, как он приобретался. То есть, если это предоставлялся участок как нуждающимся в улучшении жилищных условий, то здесь для его реализации есть ряд особенностей. Соответственно, необходимо обратиться в горосполком, опять же, в землеустроительную службу, которая расскажет, какие есть особенности, какие есть варианты и как решать данный вопрос. Если же этот участок приобретался на аукционе, то здесь каких-либо ограничений нет. Соответственно, вы имеете право самостоятельно реализовать данный участок. Ну и, конечно же, помимо того, что вы продлевали срок строительства, у вас есть еще возможность консервирования данного строительства на три года. Поэтому, возможно, есть смысл законсервировать данный объект. И когда изменится, возможно, изменится ситуация, и вы сможете достроить этот дом и воплотить свою мечту в строительстве дома. Надеюсь, что так и будет. Сергей Адамович, предлагаю эту тему продолжить. Объемы индивидуальной жилой застройки в Новобелец и вывели Гомель в лидеры по этому показателю в стране. Давайте посмотрим сюжет. Новобелец. В последние годы его территория значительно увеличилась, а население практически достигло 70 тысяч человек. Растут не только новые многоэтажки. Район в лидерах по строительству индивидуального жилья. Последние несколько лет здесь появились пять районов частной застройки. Это Химы, Хутор, Красный Маяк, 15-й микрорайон и Романовичи. В общей сложности около 4 650 участков. Если в каждом доме будет жить семья хотя бы из трех человек, то это почти 14 тысяч жителей. Большинство участков по частную застройку выделено людям, имеющим в ней очередное право на улучшение жилищных условий. А часть реализуют через аукционы. Но до того момента, когда в основание будущего дома будет заложен первый кирпич, нужно разработать дело застройщика. Предприятие «Новобелеца-проект» – автор львиной доли проектов домов, построенных в новых микрорайонах. Когда человек получает документы на землю, первым делом он идет сюда, в администрацию, в одно окно, и получает разрешение на проектирование и строительство. Это основной документ, на основании которого работают проектные организации. Далее после этого документа он обращается в проектную организацию, собственно, можно к нам. Мы делаем стандартное дело застройщика, работаем с пятым классом сложности. То есть проектируем одноквартирные, блокированные жилые дома, не более двух квартир, разрабатываем гениальные планы, сажаем их строения, сарайчики, бани, гаражи на участок, согласовываем полностью проектную документацию и выдаем на руки готовый проект. В проектной организации можно заказать создание не только типового проекта, который обойдется примерно в 240 рублей. Можно разработать индивидуальным. Он стоит немного дороже. Но таких в последние годы разрабатывают около 60%. А можно прийти уже со своим готовым и заплатить только за генеральный план. Как рассказали в новобелец о проекте, а потом наша съемочная бригада убедилась, побывав в новых микрорайонах, люди зачастую оригинально и творчески подходят к внешнему виду будущего дома. И это неудивительно. Для многих его строительство – мечта всей жизни. Например, в Химах под частное строительство выделено около 130 участков. Застройка ведется уже порядка 7 лет. И скоро она будет полностью завершена. Помимо многоэтажной жилой застройки в Новобелецком районе, очень развито, активно ведется строительство индивидуальных жилых домов. То есть домов коттеджного типа. На сегодняшний день, если по площади водимого жилья, конечно, преимущество дается все-таки индивидуальному сектору. То есть сравнить, сопоставить жилья многоквартирного у нас в районе частного индивидуального сектора намного больше. Если Химы – самый скромный по численности район, то Романовичи – крупнейшая частная застройка Гомеля. Кстати, выделение этой территории под возведение индивидуального жилья вывело город в лидеры по такому виду строительства среди остальных областных центров. В трех очередях Романовичи – почти три с половиной тысячи участков. Первая часть завершена. Сейчас коммуникации прокладываются во второй. Дело это дорогостоящее. Чтобы обеспечить жителей основными коммуникациями, потребуется около 60 миллионов рублей. Романовичи-2 – это у нас самый крупный участок. В единозастройке 1400 участков у нас находится. Если так сравнивать, то Романовичи-2, по-моему, на 3700 человек проживающих. Это примерно как маленькие райцентры Гомельской области. Романовичи-2 у нас сегодня представляет, но разбиты на 8 секторов. А, Б, В, Г, Д, Ж, К. Четыре сектора у нас введены. То есть они введены по сети водопровод, канализация, газов уже не выполнены. Сейчас ведутся работы по сектору Ж. Работы планируются завершить у нас в октябре месяце. Опять же, это будут, скажем, сети минимальной инфраструктуры. То есть это будет водопровод, канализация, газоснабжение, электроснабжение. Даже строительство дорог не рассматривается на данном этапе. Если в 2018-м финансирование будет выделено на уровне этого года, то работы по прокладке коммуникации во второй части Романовичей завершат. И можно будет приступать к оснащению третьей очереди Романовичей. В ближайшие годы все выделенные по частную застройку площади Новобелецы будут заселены. Но это не значит, что район перестанет расти. Уже сейчас прорабатывается вопрос о поиске новых территорий. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях глава администрации Новобелецкого района Гомеля Сергей Адамович Казачок. И в студии прямого эфира мы принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Построились в Красном Маяке. Хотелось бы узнать, в этом районе запланировано что-нибудь из торговых объектов? Например, супермаркет. Спасибо. Насущный вопрос. Да, вопрос действительно насущный. Что же касается плана застройки Красного Маяка, то в Красном Маяке было запланировано строительство магазина с товарами повседневного спроса, также аптека. В общем-то, этот магазин открыт на сегодняшний день, он функционирует. В дальнейшем по застройке планируется в Романовичах, которые практически рядом находятся, планируется строительство универсама, двух магазинов, рынка. Поэтому я думаю, что тогда, когда это все застроится, жители района будут обеспечены всем необходимым. Жители, которые сегодня волнуются наличием торговых объектов, их можно считать счастливчиками, потому что кто-то пока беспокоится еще о коммуникациях и о проведении газопровода. Расскажите, пожалуйста, об этих планах, как вы их планируете решать? Потому что дело дорогое, на самом деле не быстро решается, а людям бы хотелось уже поскорее въехать, их можно понять? Ну, как мы слышали уже в сюжете, Владимир Владимирович Синоженский отвечал частично на данные вопросы. Что касается, конечно, газопровода и остальных сетей, это дорогостоящие действительно мероприятия. Что касается красного маяка, то всеми коммуникациями он изначально обеспечен. То есть там вопросов нет. Что же касается Романовичей, то в Романовичах, как говорили, там три есть этапа строительства. По первому этапу тоже на сегодняшний день вопросов нет. Заказчиком выступал УКС города Гомеля. Они все сети, которые и газопровод, и электрические сети, и уличное освещение, канализация, все эти сети были проложены и переданы на баланс эксплуатирующих организаций. Что же касается второго этапа, то в соответствии с выделенным финансированием, на сегодняшний день работы также ведутся. И по секторам, если я не ошибаюсь, А, Д и Ж, в этом году в пределах финансирования должны быть закончены полностью работы по проведению данных сетей и, соответственно, с передачей на обслуживание соответствующих организаций. Ну, что касается уже этапа третьего, то пока же, конечно, второй этап не будет завершен, то третий, наверное, не начнется. Каких объектов сегодня не хватает новообелецы? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к жителям района. Сергей Адамович, я предлагаю вам узнать их мнение. Не хватает почтово отделения. Детскую поликлинику, слава богу, сделали ближе. А почта у нас далековато. Детские площадки тоже во дворе у нас практически нет. Построили что-нибудь такое вот здесь развлекательное для молодежи, что-нибудь. Это есть в центр туда. В дворе вот у нас там куча места и нет детской площадки. Было бы здорово, если бы детям было где гулять. Школу же здесь построили, потому что построили 104-й микрорайон, 96-й, а детей ни в школу, ни в садик не устроили. Не хватает очень детской поликлиники. Постоянно очереди большие. В поликлинику не зайти. Помещение очень маленькое. Детского садика не хватает однозначно, потому что вот мы коснулись этой проблемы. Нас она коснулась, на самом деле. Здесь вообще, даже если попасть в сад, то даже в спортзалы переоборудованы в группы. То есть сам факт, в спортзале нету ребенка, а все в музыкальном зале. Райончик новый, южный, построенный. Дети с матерями ходят сюда отдыхать. Там вообще пустыня, клайдайка. Вы представляете, что такое? Вот это вот пешочком они сюда едут, более километра. И здесь вот ради того, чтобы здесь вот и не посидеть, и не там вот на той горке. Детская площадка, толком не оборудование. Нету ни сидений для родителей, ничего. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о развитии Новобелецкого района. Сергей Адамович, как прокомментируете услышанное, в чем мнение жителей Новобелеца совпадает с вашим мнением и планами? Вы знаете, действительно, то, что говорят жители Новобелецкого района, оно, конечно же, на сегодняшний день, наверное, так и есть. Вот, потому что, действительно, район растет, район разрастается. Жилищное строительство ведется достаточно активно, как и индивидуальное, так и квартирные жилые дома. Если даже взять, что начиная, ну, за последних пять лет население района выросло на 18 тысяч человек, то, конечно же, очень активно ведется. Конечно же, да, детские сады, школы не догонят. Сергей Адамович, давайте пока прервемся, у нас есть звонок на линии, не будем заставлять человека ждать, потом к этой теме еще вернемся, если вы не против. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Ирина, и я бы хотела обратиться к следующим вопросам. Мы с семьей состоим на учете в улучшении жилищных условий в вашей администрации, на строительство жилья в многоэтажном доме. Сейчас мы бы хотели построить частный дом. Подскажите, пожалуйста, куда нам можно обратиться за информацией? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, в данной ситуации, что касается, люди стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо обратиться в горы с полком, в службу «Одно окно», для того, чтобы их поставили на учет нуждающихся в получении земельного участка. Но при этом хотел бы предупредить, что автоматически право на строительство многоквартирного жилого, квартиры на квартирном жилом доме, они автоматически теряют. Поэтому, приняв такое решение, необходимо обратиться в горы с полком для выделения данного земельного участка. Хорошо, очень нужно все взвесить и просчитать ваши возможности. Конечно, будут ли возможности завершить это строительство, потому что все мы понимаем, что это дорогостоящее, а сроки строительства все-таки ограничены. Да, такое, к сожалению, бывает достаточно часто, когда люди сроки не выдерживают и теряют и участок, и очередь свою теряете. Сергей Адамович, мы говорили с вами о том, каких объектов не хватает новобельцы, точнее, сначала об этом говорили сами жители новобельцы, а теперь мне интересно знать ваши планы. По этому поводу детская площадка, детский сад, школа, конечно, первое, что волнует людей. Это понятно. Что касается вот этих социальных объектов, все эти социальные объекты, они предусмотрены в плане строительства и при строительстве 94-го микрорайона, 96-го, 104-го, строительство детских дошкольных учреждений, школ, поликлиник. Все это было включено, и оно включено на сегодняшний день. По 104-му микрорайону разработана, есть разработана проектно-сметная документация по детскому садику, и по мере поступления и финансирования строительство данного объекта также начнется. На сегодняшний день, учитывая, конечно, рост населения, рост детей в нашем районе, ну, приходится решать вопрос где-то, каким-то вопросом уплотнения в школах, введением дополнительных классов. Что касается поликлиник, медицины, то в этом году, на 1 июня, на День защиты детей, у нас на Уберице было открыто отделение филиала номер 2 Гомельской городской поликлиники. Поэтому это позволило разгрузить поликлинику на улице Международной, и, соответственно, практически половину, около 7 тысяч детей перевести на обслуживание в это отделение. Ну, это, во-первых, разгрузка для основного места поликлиники, и, во-вторых, это приближение, туда переведены именно дети, которые проживают вот в этих новых построенных микрорайонах. Поэтому для удобства жителей также это сделано. Что же касается, ну, также еще школ, то, ну, организуются маршруты, будут прорабатываться маршруты для доставки детей, ну, в соседние наши районы, это и в Советский, и в Центральный. И в следующем году мы планируем все-таки по Международной открытие детского дошкольного учреждения на улице Международной, и в следующем году надеемся, что мы его запустим. Поэтому пока что вот такие планы и такая работа, которая проводится. А что касается обустройства детских площадок, вот не такое же дорогостроющее это мероприятие, как строительство детского сада. А вот, конечно же, новые микрорайоны, это молодые семьи, это мамочки с колясками, нужны скамеечки, нужны горки. Согласен. Что касается детских площадок, по мере возможности, где-то мы договариваемся и решаем эти вопросы и с теми же самыми строительными организациями. Что касается вообще данных площадок, то, конечно, их строительство на сегодняшний день осуществляется за счет средств кооперативов жилищных, которые строят эти дома, обслуживающих организаций, которых находится на обслуживании. И строительство должно осуществляться за счет средств этих организаций. Понятно. Сергей Адамович, есть телефонный звонок на линии. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я прошу вас, пожалуйста, коротко и по сути сформулируйте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хотела задать такой вопрос. Мы решили строить тоже дом, но нам сказали, что земли могут выдать только от 6 до 8 соток. У меня четверо детей. Я бы хотела еще иметь землю и под огород, и под сад. Скажите, как рассчитывается количество соток и можно ли получить участок побольше положенного? Спасибо большое. Действительно важный для большой семьи вопрос. Сергей Адамович, есть ли такая возможность? Что касается данного вопроса, то, конечно, лучше я уже переадресую его все-таки в городсполком, в службу землеустроительную, где непосредственно специалисты смогут посмотреть, посмотреть, что за семья, какой участок предоставляется, какие есть возможности предоставить дополнительный участок именно в этом месте. Поэтому с такими вопросами лучше будет обратиться в городсполком, в службу специалистов. Но чисто теоретически такая возможность есть, посчитать по составу семьи? Вы понимаете, чисто теоретически, учитывая, что все участки разделены и выделяются одинаково практически гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, то я считаю, что, наверное, участки будут одинаковые. То есть все должны быть здесь в равных условиях? Что же касается дополнительных участков, то, наверное, все-таки за них нужно будет платить. Потому что для размещения непосредственно дома на данном участке, той площади для проживания данной семьи, наверное, его будет достаточно. Ну, может быть, имеет смысл тогда посмотреть и что-то в ближайших сельских населенных бунктах, да, к Новобелеце? Может быть, там есть больше свободной земли? Сергей Адамович, в завершении нашей программы, что бы Вы хотели пожелать нашим телезрителям и всем гомельчанам? Ну, всем телезрителям и всем гомельчанам я хотел бы пожелать, во-первых, это мирного неба над головой, благополучия, здоровья, оптимизма и удачи. И хотелось бы сказать, что сделать нашу жизнь лучше мы сможем только совместными усилиями, путем нашего совместного взаимодействия. Поэтому спасибо. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Спасибо Вам за Вашу реакцию, потому что вопросов сегодня было много и Вы действительно старались каждому уделить внимание. Благодарю Вас. Спасибо большое. Вы смотрели диалог. У нас в гостях был глава администрации Новобелецкого района города Гомеля Сергей Казачок. Спасибо и Вам за внимание, и за Ваши вопросы. И до встречи через неделю.